OnePlus 7 Pro. Когда этот смартфон впервые представили, я подумал, это провал. У нас есть подробное видео, где я разбираю проблемы смартфона, к которым еще недавно добавилось вранье относительно камеры, о чем мы сегодня еще поговорим. Если коротко, OnePlus изменил своим поклонникам и сделал вместо бюджетного флагмана недешевый смартфон с лишними премиальными фишками. Но все это было актуально, пока я не подержал его в руках. В этом видео поделюсь своим опытом использования смартфона в течение последних нескольких дней и попробуем разобраться, действительно ли это бесполезный, пафосный Android или в нем есть нечто большее. Это Дроидер, с вами Борис Веденский. Поехали. А, да, еще один OnePlus мы разыграем. Что точно можно сказать про OnePlus 7 Pro? Это то, что есть несколько вещей, которые этот смартфон выделяют. Во-первых, огромное икранище. Икранище безранище. 6,67 дюйма. Это AMOLED-матрица. Это очень красиво. Здесь даже поставили не Full HD, а Quad HD разрешение. По мне так это уж чересчур, ну пусть все будет. По максимуму решили в OnePlus. Единственное, есть небольшая оборотка снизу. Маленькая. И вроде бы смартфон огромный, думалось мне. Пользоваться им очень неудобно, думалось мне. Кроме этого, экран загнут по бокам, как у какого-нибудь Galaxy S10 или Huawei P30. И ты такой... И это тот случай, когда реально какая-то магия распаковка. Ты достаешь этот смартфон и понимаешь, что удобно. Почему удобно? Потому что за счет этих закругленных краев его держать в руке намного компактнее. Реально. И доставайте штанов компактнее. Я две недели пользовался OpaRen. У него нет закругленных краев. И это лопата. И это кирпич. Вот реально одна деталь. И смартфоны кардинально отличаются в своем опыте использования. На самом деле приятно признавать свои ошибки. Особенно, когда они касаются хорошего гаджета. И да, в случае этого смартфона, в случае большого дисплея, загнутые края. И это плюс. Дальше переходим. Как вам такое матовое стекло сзади? Вот это синенькое, переливающееся. И мне было Blue. Вот этот цвет потрясный. Не хочется выпускать из рук. Но непонятно из чего они делают это стекло. Потому что у меня за два дня уже успело бы что-то убиться. Я даже случайно не говорил. Берегите его. Вообще впервые за долгое время столкнулся с ощущением, что достаешь смартфон из коробки. И сразу хочется на него пересесть и начать им пользоваться. Последний раз, наверное, был такой с Pixel 3. Вот раз в полгода выстреливает. И, конечно, есть традиционный слайдер для переключения режимов. Тихо, вибро и со звуком. Очень хорошо щелкается этот раз. Видимо, это все вместе работает. Классный цвет, эффектный экран и скорость работы смартфона, в принципе. Кстати, о скорости работы. Точнее, наверное, даже о плавности. Потому что, вы знаете, OnePlus 7 Pro это первый неигровой смартфон, у которого экран поддерживает частоту развертки 90 Гц. То есть 90 раз в секунду изображение на экране обновляется. И это сложный момент. Я не понимаю, как к этому относиться. Потому что вот такого ощущения, что ты попользовался OnePlus, потом берешь в руку другой смартфон и такой, ээээ, какое все неплавное, рассыпается на кадре, я не могу этим пользоваться. Такого ощущения нет. Но есть ощущение, что все работает очень шустро. Шустро и плавно это разное. И мне кажется, что ребята из OnePlus реально ускорили и переписали многие анимации в Android. Все настолько быстро запускается, что я просто не успеваю мыслить настолько быстро, как здесь все загружается. Возраст, Борис. Но странная вещь. В настройках можно переключить частоту развертки с 90 на 60. И когда ты это делаешь, ты видишь, что здесь уже все как-то не так плавно и шустро происходит. То есть разницу на этом смартфоне я замечаю. Разницу с другими смартфонами не замечаю. Хрен знает, как это работает. Кроме этого, надо иметь в виду, что частота 90 Гц сильнее сажает батарейку, чем 60 Гц. Но так или иначе, я думаю, что через полтора-два года большинство флагманов все-таки переключатся на 90 Гц, потому что, видимо, это вещь такая индивидуальная. Для большого количества пользователей это очень важный момент при просматривании чего-либо на дисплее. Поэтому ради них сделают. И почему бы и нет. Еще важное про корпус. Влагостойкость. Она как от Швейдингера от Джейлера. Швейдингера. Она вроде как есть, вроде как и нет. Потому что OnePlus традиционно не платит за сертификацию IP, чтобы получать IP 687 для смартфона. Но они прорезинивают различные контактики и сами уверяют, что смартфон ничего не будет, если его утопить в воду. Даже ролик такой выпустили. Так что, ну вы поняли. Умышленно ронять в бассейн любой смартфон я бы не посоветовал. Но если вдруг с ним это случится, то, скорее всего, он переживет. И следующая важная фигня в смартфоне, а по совместительству угроза влагостойкости, это выезжающая селфи-камера. Не-не. Выезжающая селфи-камера – это плата за полностью безрамочный дисплей без каких-либо вырезов. Это, с одной стороны, прекрасно, с другой стороны, странновато. И изначально я топил за формат Oppo Reno, когда камера поворачивается вот таким вот образом. И этот механизм кажется более надежным. Но после того, как OnePlus выпустили ролик, где они подвешивают на это, на пипку, пудовую гирю, я подумал, ну, наверное, это достаточно надежный механизм. Кроме этого, он выглядит более лаконично и строго, согласитесь, чем какой-то выезжающий странненький рок. Поэтому пусть будет. Три-два-раз. Три-два-раз. Хм, ну, примерно одинаково выезжают. На случай, если во время запечатления селфи вас подрезает борзый гражданин, и смартфон падает, здесь есть детектор падения, и камера сама задвигается. Было обнаружено свободное падение, и фронтальная камера была скрыта. Вы хотите снова использовать фронтальную камеру? Так что, думаю, при падении с уровня рук это спасет пипку, если сам смартфон выживет, конечно. Невозможно открыть фронтальную камеру. Тяжелая коробка. Что еще классного есть в смартфоне? Сканер отпечатка в экране. Он очень быстрый и очень хороший. Сразу не сработал, как я это сказал. Работает даже с влажными ручонками, как иногда бывает у меня. Не подумайте, что плохого. Ну, с разблокировкой смартфона главный критерий какой? Напрягает или не напрягает? Этот сканер не напрягает. Срабатывает быстро и почти 100%. Дальше. Праздник на нашей улице. OnePlus наконец-то завез в свой смартфон классное вибро. И оно реально крутое. Оно даже, по-моему, круче, чем в пикселе. Оно такое точечное, очень коротенькое. Ну, кайф. Офигенный вибро. Что еще здесь есть? Даже стереозвук из разговорного динамика и нижнего. Качество, правда, ну такое. Средненькое, но есть. Две сим-карты поддерживаются. И все, что я хотел сказать. А теперь переходим к тому, чего нет. И это, конечно же, джек для наушников. А чего я показываю, его же нет. И это беспроводная зарядка. Склейка. Борис рыдает. Нет беспроводной зарядки в смартфоне за 700 баксов со стеклянной крышкой. Теперь я скажу, как выиграть OnePlus 7 Pro. Сначала про то, как купить. Часто спрашивают, где у нас купить, пиксель или OnePlus. Через Grabber. Grabber это сервис по доставке товаров из-за границы. Заходите на сайт или в приложение, оформляете заказ, вставляете ссылку на нужный товар, пишите цвет, цену, размер, что угодно. Нажимаете ОК и ждете предложения от людей, обычных путешественников, которые заходят в магазин, покупают и привозят для вас. Все очень просто. По цене магазина плюс комиссия путешественника за неделю-две привозят. Как выиграть вам OnePlus 7 Pro? Первое. Подписаться на канал Дроидов. Второе. Поставить лайк этому видео. Третье. Зарегистрироваться в сервисе Grabber по ссылке в описании. И четвертое. Напишите комментарий к этому ролику, что вы хотели бы заказать из-за границы. И оставьте ссылку на ваш профиль в любой соцсети, чтобы мы вас нашли. Все подробности розыгрыша в описании мы проведем через пару недель на канале Дроидер Лайф. Не пропускайте. Теперь про камеры, потому что это дюже интересно. Здесь сзади расположено целых три. Основной модуль на 48 мегапикселей сенсора от Sony, который превращается в классные 12 мегапикселей. Ширик на 16. И оптический трехкратный зум на 8, про который надо сказать отдельно. Кто следит за компанией, знает, что однажды они уже соврали про наличие двукратного оптического зума в OnePlus 5. И вот решили наступить на те же грабли с 7 Pro. Трехкратный зум оказался вовсе не трехкратным. Это можно увидеть, если включить, например, сначала трехкратное приближение, а потом портретный режим, который использует ту же линзу, но приближения у него заметно меньше. На самом деле это 13-мегапиксельный сенсор с оптическим зумом 2.2x, на котором картинка кропается до 8-ми мегапикселей. В итоге получается, ну, как бы такой гибридный трехкратный зум. Но это достигается не только оптическими свойствами, как мы знаем. OnePlus уже признал эту проблему. Впрочем, фотки на зум получаются хорошие. А чтобы было еще больнее, я пошел сравнить камеру этого смартфона с камерой Pixel 3. И вообще говоря, OnePlus фоткает недурно. У него картинки получаются чуть более белесые, менее контрастные, яркие, чем на Pixel, но это можно настройками подкрутить. Чуть менее хорошо он отрабатывает против явного источника света, но бонусы в виде широкоугольной линзы или зума псевдо-трехкратного, но все же имеются. Что меня расстроило, так это портретный режим. Фотки получаются достаточно скучные, видимо, потому что они делаются на вот этот самый телефотообъектив. Но интересно, что в ночном режиме OnePlus, как мне кажется, пикселью делать, получилось почетче и поинтереснее. А что с нашей любимой выдвижной селфи-камерой? Здесь сенсор на 16 мегапикселей, и мне нравится, что он делает. Фотки получаются приятные, и даже контур-свет в фоне пытаются вытягивать. По поводу видео, смартфон умеет снимать 4К в 60 fps. И в этот момент где-то в мире радуется один Валера. Вылезло уведомление, что максимальная длительность такого ролика 5 минут. А что он не умеет делать, так это снимать видео на широкоугольную линзу. И представители OnePlus утверждают, что и эту фишку вроде как не собираются добавлять в обновлениях. С какого хрена? Непонятно. Итог по камере. Это очень хорошая прокачка по сравнению с тем, что раньше было в OnePlus. Крутая камера. Чуть-чуть не дотягивает по качеству обработки до пикселя, но наличие различных сенсоров, в общем-то, старается компенсировать этот недостаток. Камера 4 с плюсом. Поговорим про характеристики, и с этим все реально классно. Здесь 855 Snapdragon с жидкостным охлаждением. Здесь 6, либо 8, либо 12 гигов оперативки. Вот это, кстати, 12 топовая версия. 128, либо 256 гигабайт хранилища. И это UFS 3.0, то есть быстрая память. Правда, нет поддержки microSD карточек. По батарейке. Внутри 4000 мАч. В комплекте быстрая зарядка 30 Вт Vogue. И она заряжает реально быстро, за час полностью смартфон. Я проверял. По времени жизни. Ну смотри, сейчас полдевятого вечера. У меня осталось еще 27%. При том, что я весь день смартфон тыкаю, готовясь к обзору. И время использования экрана 3 часа 40 минут. То есть всего хватит на 4,5-5 часов. И по моему опыту это классно. Потому что пиксель маленький вытягивает поменьше. Теперь про софт. Здесь стоит Oxygen OS поверх 9-го Android. Четко Oxygen OS. Это чистый Android, только еще лучше. С некоторыми дополнительными фишками, которые придумали чуваки из OnePlus. И это дохрена быстро. Это реально, наверное, самый быстрый смартфон, которым я когда-либо пользовался. Здесь у нас столько летает, что... Ну, видите. Здесь есть поддержка жестов, как в Android 9 или нечто похожее на iPhone. Здесь есть игровой режим. И здесь есть важный жест, спасение от огромного экрана, до которого не натянуться. Смахни вниз, и уведомления потянутся к тебе. Это жутко удобно. OnePlus красавца. Правда, здесь какой-то недоделанный Always-On дисплей. Он вроде как загорается, но почему-то редко. То ли OnePlus опять зажлобился заплатить за лицензию, хотя они говорят, что в обновлениях Always-On дисплей появится. Будем надеяться. Из нововведений есть режим Zen. Что это такое? Вы можете запустить режим Zen, и смартфон на 20 минут превращается в кирпич. Вы ничего не можете с ним делать. Общайтесь, блин, с друзьями, с семьей, нюхайте цветы, медитируйте. Zen. Лично я этим вряд ли буду пользоваться. Лучше бы уж тогда трекер активности встроили. Знаете, медитация, работа, семья, творчество. Ну, есть такие приложения. Какая-то немножко недоделанная штука, но может быть кому-то пригодится. Еще здесь есть запуск ассистента нажатием кнопки включения на полсекунды. Это жутко удобно. И запись видео с экрана прямо-таки внутри операционки. А главное, он пишет звук мультимедиа из самих приложений. Но я вам этого не говорил. Глобально OnePlus 7 Pro это попытка прыжка в высшую лигу смартфон-наделов. И мне кажется, есть один пункт, по которому он не дотягивает до топовых флагманов. Это отсутствие беспроводной зарядки. Все остальное у смартфона есть. Уникальные фишки, те же 90 Гц, безрамочный дисплей, выезжающая селфи-камера, быстрая оболочка, а заодно топовый набор характеристик и классный дизайн. При всем при этом цена у OnePlus 7 Pro стартует от 670 долларов, что поменьше, чем у Galaxy S10, Huawei P30 Pro, ну и, естественно, iPhone XS и Max. XS Max. Так что, по большому счету, если взвесить все ништяки этого смартфона и поделить на стоимость, мы получаем реальный топчик за исключением некоторых странностей, о которых мы сегодня уже говорили. Поэтому пишите в комментариях, что вы думаете об этом девайсе. Он все еще остается быть, остается быть, короче, одним из самых неоднозначных в этом году, но, наверное, пока мой любимый смартфон, который появился в 2019. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, не пропускайте новые видео, нажмите этому лайк, если вам было интересно, подробно и насыщенно. Мы старались сделать именно так. И с вами был Борис Визенский, это обзор OnePlus 7 Pro. Увидимся скоро. До встречи в будущем.